Когда мы на экспортных советах разбираем вот эти случаи, то, к сожалению, на первое место выступают именно организационные мероприятия и человеческий фактор. Когда мы решаем вопросы введения факторов свертывания крови, это всё должно быть клинически обоснованно, лабораторно обоснованно. На сегодняшний день, если мы говорим о структуре смертности материнской, тромбоэмболея не будет лидировать по сравнению с кровотечением? Он даже не понимает, что его действия приводят к таким ядрогенным осложнениям. Насколько это будет эффективно поставлена работа, настолько мы справимся с этой задачей, которая определена Всемирной организацией здравоохранения. Сегодня у нас в гостях главный внештатный анестезиолог-реаниматолог родовспоможения Новосибирской области, главный врач Бердской центральной городской больницы, доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Новосибирского университета, кандидат медицинских наук Алла Николаевна Тропинская. Алла Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Катерина Викторовна. Вы знаете, я хотела вас поздравить. У вас же действительно событие такое в жизни. Вы стали главным врачом центральной клинической больницы. Скажите, ведь важно не только получить назначение, но, наверное, еще иметь определенную программу и желание что-то изменить к лучшему. Вот это присутствует у вас? Ну, конечно, это обязательно присутствует. Но назначение это было, скорее всего, наверное, достаточно жестким для меня, потому что больница, которую я возглавляю, это уже почти два с половиной года. Это крупнейшая больница на территории нашей области. И в структуре здравоохранения, Министерство здравоохранения, она занимает третье место по своей мощности, масштабности после областной клинической больницы и первой городской клинической больницы. Это городские больницы, которые находятся в городе. Бирская центральная городская больница – это пригород города Новосибирска, это спутник города Новосибирска, расположение рядом с Академгородком и обслуживает количество населения города 120 тысяч населения. И, конечно, эта больница имеет в своей структуре как стационарный вид медицинской помощи, так и амбулаторно-поликлинический этап, это взрослые поликлинические, детские поликлинические подразделения, станция скорой медицинской помощи. Ну и в структуре больницы, родильный дом, которые соответствуют второй категории, на 95 коек. Ну и основным, наверное, таким основной задачей, которая ставилась передо мной, как перед новым главным врачом, это решение вопросов по реализации национальных проектов, которые уже на протяжении с 2018 года реализуются на территории всей Российской Федерации. Ну а ситуация марта 2020 года, она, конечно, кардинально изменила ситуацию, и в течение двух лет мы работаем не только по реализации национальных проектов, но еще оказываем помощь пациентов, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией. В структуре нашей больницы перепрофилированное отделение инфекционное и пульмонологическое, 160 коек – это ковидное отделение, где в госпитале есть зоны, желтая зона, поступают пациенты с подозрением, и, соответственно, зона красная с подтвержденным ковидом и зеленая. Ну и также отделение реанимации на 10 коек, чисто реанимационный ковидный блок. Ну а родильный дом у нас сейчас является базой, где проходит дальнейшее лечение пациенты с перенесенным ковидом, когда требуется еще проведение стационарного вида медицинской помощи, но уже с отрицательным ПЦР-тестом. Как правило, это беременные женщины, либо это уже после рода разрешения. Поэтому вот такая сложная структура, которой приходится управлять вот на протяжении этого сложного периода в системе здравоохранения не только Российской Федерации, но и всего мира. Ну вот вообще, в принципе, определение вот этой категории, оно же происходит на каком-то первичном звене, да? А если это первичное звено достаточно далеко находится от центральной больницы, то есть здесь, возможно, какая-то связь между, условно говоря, врачом, который находится на месте, на рабочем месте, и, соответственно, как бы с какой-то центральной главной больницей? Конечно, такая связь, она должна быть обязательно, потому что вот территория Новосибирской области, она включает в себя 30 районов. Из них практически в каждом районе есть непосредственно центральные районы больницы, в структуре которой есть родильные дома. И вот эта отдаленность по километрам от центра, ну, составляет где-то 600, более 600, 400 километров. И, соответственно, оказание медицинской помощи, особенно вот пациенткам, как акушерско-гинекологического профиля, педиатрического профиля, она, конечно, накладывает определенные сложности для врачей, которые работают в этих стационарах. Ну, во-первых, это не та база, как диагностическая, лабораторная, ну и, соответственно, нет той возможности по оказанию помощи при критических состояниях, как в акушерстве, так и в педиатрии. И в этой ситуации, наверное, таким ведущим учреждением является областная клиническая больница, в структуре которой имеет место отделение так называемой у нас плановой и экстренной консультативной помощи. Это отделение мы называем санитарной авиацией, которая решает вопросы как консультативные, так, соответственно, диагностические. И если требуется решение вопроса выезда на место либо решение вопроса медицинской эвакуации. И вот, наверное, наша область несколько в этом плане уникальна, потому что на протяжении уже длительного периода времени федеральная программа — это строительство перинатальных центров. Ну вот у нас перинатальный центр, который соответствует всем требованиям, открыт был только в этом году, в феврале месяце. И, соответственно, те стационары, которые оказывали помощь акушерско-гинекологическим пациентам, были трудности по доставке этих пациентов из отдаленных районов. И в 2019 году правительство Новосибирской области и лично губернатор Новосибирской области Андрей Александрович Травников реализовали мы программу «Стратегию развития санитарной авиации» на территории нашей области. Был получен вертолет, который сейчас позволяет решать вопросы очень быстро эвакуации пациентов из таких отдаленных районов. Выделяется государственное задание. В год в среднем это 150 вылетов в отдаленные районы. Ну и эвакуация акушерских пациентов, она составляет где-то от 30 до 35 человек. Но получается, что ведь все должны говорить на одном и том же языке. И критерии, которые являются непосредственными для эвакуации пациентов, они должны быть очень четко отработаны. А вот эта методика, она как отрабатывается с докторами, которые работают, соответственно, в отдаленных районах? Ну, во-первых, это определено приказами Минздрава, где четко определены в положении, какая категория пациентов подлежит медицинской эвакуации, какие критерии транспортабельности должен учитывать лечащий врач. Потому что в соответствии с нашим законодательством все основные вопросы за судьбу пациента, за этапы лечения, консультативной помощи не возлагаются на лечащего врача. Но в этой ситуации, конечно же, это вопросы на уровне ночмеда и главного врача. Это тяжелый критический пациент, а в данном случае мы говорим о беременной женщине, либо о родильнице. И, соответственно, вот эти вопросы, они согласовываются на дистанционном, как мы говорим, телемедицинской консультации, для того, чтобы предотвратить неблагоприятные исходы при транспортировке. Да, бывают ситуации, вылетает санитарная авиация, и на месте уже определяется непосредственно специалистами санитарной авиации, анестезиологами-ренематологами, возможность медицинской эвакуации. Ну и, наверное, самым основным является эта стабилизация показателей гемодинамики. Нам необходимо понимать, что да, даже имея вазопрессорную поддержку, это должны быть невысокие цифры препарата, которые поддерживают системную гемодинамику. И, конечно же, это отсутствие кровотечения, то есть должен быть уверенный хирургический гемостаз. Вот эти вот два основных критерия. То, что сейчас связано вот и с ковидной ситуацией, конечно, и критерий показателя сатурации, на каких потоках, на каких объемах мы проводим искусственную вентиляцию легких. Поэтому это, конечно же, все индивидуально, и мы сейчас подходим именно к тем вопросам, которые чрезвычайно актуальны. Это персонифицированная медицина, то есть это медицина для каждого конкретного пациента в каждой конкретной ситуации. Ну вот, например, я ординатор, закончила ординатуру, нахожусь там в регионе. Я просто знаю, что вы очень хорошо проводите уроки, если так можно сказать, вебинары с студентами, и вы как раз очень четко отрабатываете. У вас есть жесткие критерии, на которые вы говорите, так, какой индекс шока, то есть на какие показатели нужно опираться. Естественно, я как бы, если я ординатор, нахожусь далеко, экстренная ситуация, администрации нет, да, потому что, ну, естественно, что люди могут там отдыхать, и я понимаю, что ситуация критическая. Приказ я не знаю, потому что вряд ли ординаторы учат эти приказы. Вот что они должны сделать? Они должны снять трубку, и у них есть, например, телефон, служба такая-то, то есть если ситуация выходит из-под контроля, вы должны ответить на такие-таки и такие-то вопросы, доложить дежурному администратору, и тогда уже принимать какое-то решение, ну, чтобы это было не страшно. Ну, все абсолютно верно, потому что, ну, первое, конечно, ординаторы сейчас самостоятельно у нас не работают, даже второго года. И если ординатор принимает участие в дежурстве, то, как правило, он работает с коллегой, который имеет уже весомый опыт работы по своей специальности. Это первое. Второе, конечно, сейчас, вот, наверное, ковидная ситуация, она позволила очень широко включать вот такие дистанционные телемедицинские консультации, проведение ВКС, как мы говорим, в видеоселекторное совещание по тем или иным вопросам, касающиеся как маршрутизации, так и вопросов, касающихся лечения и, соответственно, выполнение приказов. Даже начиная подготовку, вот, клинических ординаторов, они все проходят через непосредственно родильные дома, потому что, да, нет таких гарантий, что врач-анестезиолог, который получил уже диплом, который прошел аккредитацию, и не столкнется с ситуацией в своей практической деятельности с акушерской пациенткой. Поэтому вопросы, которые касаются неотложных состояний в акушерстве, они включаются в программу как первого года, так и второго года подготовки клинических ординаторов по специальности анестезиология-реаниматология. Мы же получаем один сертификат, диплом врача-анестезиолога-реаниматолога, но когда анестезиолог-реаниматолог вот попадает там по распределению, либо целевое у него распределение, либо сейчас очень широко работает программа «Земский доктор», который дает такую финансовую составляющую для врача, и он должен отработать пять лет. Практически везде идет дефицит анестезиологов-реаниматологов, даже в крупнейших больницах. Но вот на протяжении, по-моему, всей моей практической деятельности я по основной специальности анестезиолог-реаниматолог, это всегда была острая дефицитная специальность. Поэтому подготовка непосредственно специалистов любого, так скажем, профиля, я имею в виду работы, она все-таки делает акцент именно на то, что в акушерстве, наверное, это такая специальность, где врачи четко должны выполнять, знать и выполнять и приказы, знать и применять свои практические деятельности, и самое главное, это еще и правильно оформлять в медицинской документации все наши клинические рекомендации, алгоритмы, протоколы и так далее. Поэтому приказ действует жестко. Если возникает ситуация критического состояния, дежурный врач, он проходит инструктаж, сразу же непосредственно консультируется с санитарной авиацией. И уже вот это дистанционное консультирование позволяет буквально в первые часы решить вопрос о правильной тактике, о правильной организации оказания медицинской помощи. Ну, бывает, конечно, и, наверное, часто, может быть, не так часто встречаются ситуации, когда врач не всегда может своевременно оценить это критическое состояние. Здесь, конечно, это сложнее, потому что фактор времени, потеря фактора времени, это, наверное, самое такое неблагоприятное дальнейшее развитие ситуации, потому что уже риск развития осложнений возникает более, скажем, сложный, и вопросы оказания помощи уже будут идти по более сложному сценарию. Но то, что вот сейчас возможности телемедицинской консультации, плюс всегда дежурят по санитарной авиации более высокопрофессиональные анестезиологи-реаниматологи, которые могут дистанционно непосредственно решать эти вопросы. Плюс в структуре санитарной авиации у нас есть реанимобили, которые на протяжении 100, 120, 150 километров выезжают на место и решают вопросы оказания медицинской помощи. Мы проводим очень много семинаров, мы проводим на территории внедрены единые клинические рекомендации по неотложным состояниям в акушерстве. И если сравнивать даже 5-10 лет назад, то ситуация, конечно, кардинально меняется. Самое сложное в специальности анестезиолога-реаниматолога это, наверное, быть всегда готовым к оказанию неотложной помощи. Это практически твой стиль жизни, это жизнь подчинена твоей работе. И, соответственно, когда анестезиолог-реаниматолог, особенно в акушерстве, принимает решение выбрать эту специальность, он, конечно, должен понимать, что это колоссальная ответственность, ответственность за две жизни, и нужно быть готовым к этой ответственности. Алла Николаевна, изучая структуру материнской смертности, наверное, лидирующую позицию занимает кровотечение. И, кстати, кровотечение, которое возникает в послеоперационном периоде, оно по часам. Просто анализ был 2 часа. Как за 2 часа можно сорганизовать санавиацию? И вообще, ну вот в этой ситуации, как организована работа? Да вы действительно правы, потому что акушерские кровотечения, они лидируют в структуре материнской смертности, не только у нас на территории Российской Федерации, и в Европе, и в мире, соответственно. То, что касается вопросов оказания медицинской помощи, здесь действительно решает фактор времени. Мы еще всегда говорим «золотой час» — это тот час, который позволяет врачам выполнить все основные мероприятия по оказанию медицинской помощи. И вот чтобы выполнить эти мероприятия, вот успеть в этот час, в эти 2 часа, на первое место ставятся вопросы организации оказания медицинской помощи пациентам с критическим состоянием. И так, как организована именно вот эта работа, как решаются вопросы организационные, это и позволяет тогда вот уложиться в этот, ну, практически очень короткий интервал времени. Но это очень важно, потому что если не успеваем оказывать медицинскую помощь вот в этот «золотой час», то, соответственно, даже оказывая ее не в том объеме, не в том порядке, не в тех основных требованиях по клиническим рекомендациям, мы сталкиваемся тогда с тяжелыми осложнениями кровотечения. Мы сейчас говорим о кровотечениях. И принимая все абсолютно меры по спасению жизни, по выведению из критического состояния, как правило, это уходит уже в тяжелую полиорганную недостаточность. Это очень длительный период уже нахождения, лечения в отделении реанимации интенсивной терапии. И, как правило, эти пациентки, которые перенесли такую вот кровопотерю, несвоевременно оказание медицинской помощи, они попадают вот в структуру неомисов, то есть едва не умершие. Поэтому, когда вопросы, касающиеся вот неотложного состояния после родовых кровотечений, у нас очень много уделяется этому внимания. У нас есть приказы, порядки оказания медицинской помощи женщинам с после родовым кровотечением, утвержденные приказом Минздрава. Это клинические рекомендации нашей ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов. И практически на каждой конференции, в вебинарах, которые касаются акушерских проблем, проблем, связанных вообще, как на уровне Федерации анестезиологов-реаниматологов, всегда есть секции, которые посвящаются акушерским кровотечениям. Отработан алгоритм на сегодняшний день, выработаны протоколы оказания медицинской помощи. И когда мы на экспертных советах разбираем вот эти случаи, то, к сожалению, на первое место выступают именно организационные мероприятия и человеческий фактор. Это должен быть локальный приказ главного врача. И, наверное, самое главное, что здесь должна принимать участие мультидисциплинарная команда. То есть протокол острое послеродовое кровотечение ставится сразу же в известность заведующего отделения, ночмед, санитарная авиация. И уже вот эта мультидисциплинарная команда решает все основные вопросы. И если своевременно идет звонок в санитарную авиацию, включаются уже специалисты, которые курируют эту ситуацию, то, как правило, это все заканчивается вполне благополучно. А когда есть вопросы по организации, и мы уже включаемся позже, то все основные тактические лечебные мероприятия, они тоже, к сожалению, запаздывают. Поэтому, когда мы рассматриваем на экспертном совете о любой случае материнской смертности в соответствии с приказом Минздрава, в течение первых трех суток должен быть рассмотрен это первый этап заседания экспертного совета, то именно вопрос организации мы рассматриваем в первую очередь. Тем не менее, вот за последние два-три года все равно в статистике у нас присутствуют летальные исходы материнской смертности от кровотечения. Ну вот, допустим, два года назад у нас женщина одна погибает от тромбоэмболии, второй случай материнской смертности это кровотечение. И тот и другой случай, это случаи, которые на территории, не в стационаре второго, третьего уровня, как правило, это даже стационары первого уровня. Почему это происходит? Ну, потому что предварительно тот мониторинг контроля беременных женщин, которые должны у нас входить в наш регистр при осложненном течении беременности с группой высокого риска, он не всегда, наверное, на месте акушерами-гинекологами определяет эту степень риска. И несвоевременно консультативная помощь, несвоевременный перевод в областную клиническую больницу, и уже врач-анестезиолог-реаниматолог сталкивается с ситуацией в режиме реального времени. Эта пациентка поступает по скорой помощи, перевести ее нет возможности, потому что это кровотечение, и здесь должна работать бригада. Поэтому всегда выезжают специалисты, как акушер-гинеколог, трансфузиолог, сосудистый хирург, анестезиолог-реаниматолог, ну, если требуется помощь неонатальная, то еще и неонатолог. Лабораторный мониторинг также курируется на уровне стационара третьего уровня областной клинической больницы. Даже вот оснащение санитарной авиации предполагает наличие и определение прикроватного непосредственно КСС для определения степени гипоксии и так далее, и так далее. Самый необычный клинический случай? Ну, наверное, за мою профессиональную деятельность, это более 30 лет, таких случаев было очень много. Я не знаю, можно их назвать интересными, потому что в акушерстве это, как правило, тяжелый случай, это критическое состояние, и когда этот случай заканчивается благоприятно, когда мы спасаем пациентку, когда мы спасаем две жизни, это уже становится действительно, наверное, достижением. Назвать его интересным, я не знаю, можно или нет, таких случаев в моей жизни много, но один из них это пациентка, у которой кровопотеря превышала 20 тысяч миллилитров, то есть это 20 литров крови, которую она потеряла, и, соответственно, борьба за ее жизнь проводилась специалистами различного профиля, это мультидисциплинарная команда, которая в течение 12 часов боролась за ее жизнь, и когда мы встречаемся, это прошло уже более четырех лет, и я вижу, что она в полном здравии, у нее семья, у нее замечательная девочка, дочь, и я понимаю, что, наверное, вот эта профессия, моя профессия анестезиолога-реаниматолога, вот дает тот, как бы я сказала, позитивный эффект, тот эндорфиновый эффект, который позволяет нам еще раз включиться, работать, и несмотря на все сложности, трудности, так называемый, ну, непосредственно сегодня часто достаточно встречающийся синдром эмоционального выгорания, все-таки позволяет нам дальше работать и дальше оказывать нашу медицинскую помощь. А какой тогда набор, так скажем, препаратов должен быть в каждой больнице, и в частности, вот первого уровня, для того, чтобы эта ситуация не стала критической, я имею в виду, если мы говорим о кровотечениях, то есть что должно быть? Ну, здесь однозначно, конечно же, эти препараты также регламентированы приказом, но на первое место это компоненты крови. Естественно, это определенный запас эритроцитарной взвеси, это запас непосредственно свежезамороженной плазмы. Также в стационарах первого уровня у нас по приказу находятся препараты, это концентраты протрамбинового комплекса, и здесь я хотела бы подчеркнуть, что у нас на территории запас этих препаратов закупается из средств непосредственно регионального бюджета Минздравом Новосибирской области и распределяется по стационарам. Соответственно, должен быть перечень всех препаратов, которые обеспечивают непосредственно оказание помощи. Это препараты, которые используются для инфузионной терапии, для объемной инфузионной терапии. Это, конечно же, препараты, которые также включены в протокол норадреналин для поддержания сердечно-сосудистой системы. Ну и вот наличие, наверное, перечня всех основных препаратов и позволяет на старте правильно, включая протокол восполнения острой массивной кровопотери, решать вопросы по стабилизации ситуации. Но если мы говорим о факторах свертывания крови, то есть это на каком уровне, в каком стационаре должен быть фактор свертывания крови? Вы имеете в виду седьмой активированный фактор свертывания крови? Ну, по нашим регламентам прописано, что такие препараты должны быть обязательно в стационаре третьего уровня и в стационаре второго уровня. Вот стационары второго уровня это межрайонные такие больницы, которые также имеют в своей структуре не только родильный дом, но и достаточно мощное отделение реанимации интенсивной терапии. Они должны иметь в своем составе круглосуточную лабораторную службу. Если позволяет расстояние и состояние пациентки, то, конечно, в первую очередь идет медицинская эвакуация на вот этот второй межрайонный уровень. То, что касается вот непосредственно фактора, седьмого фактора свертывания крови, то в клинических рекомендациях определены достаточно жесткие показания. И, соответственно, когда мы решаем вопросы введения факторов свертывания крови, это все должно быть клинически обоснованно, лабораторно обоснованно. И, конечно же, в ситуации, когда у нас низкие показатели фибриногена ниже тех показателей целевых, которые прописаны в рекомендациях, введение этого фактора абсолютно бессмысленно. Если состояние пациентки, и мы проводим мониторинг кислотно-щелочного состояния, выраженные изменения КЩС в сторону метаболического ацидоза, это тоже не является показанием. Поэтому принимается коллегиальное решение только консилиумом, соответственно, и в зависимости от клинической ситуации и течения протокола, вернее, и выполнения протокола интенсивной терапии кровотечения. Вот сейчас в эпоху, в эру ковида, и мы очень много говорим о гиперкоагуляции, вообще в принципе при этом заболевания, а у беременных женщин гиперкоагуляция это такой некий естественный фон. На сегодняшний день, если мы говорим в структуре смертности материнской, тромбоэмболия не будет лидировать по сравнению с кровотечением? Ну, здесь, если делать такие прогнозы, я могла бы предположить, что да, на перспективы ближайших лет тромбоэмболия выйдет на первое место. Потому что вопросам кровотечения мы уделяем очень большое внимание, и смертность, она уменьшается, значительно уменьшается, материнская смертность от кровотечения, но так же, как и в других странах, ведущих странах, на первое место выходит в структуре материнской смертности акушерские тромбоэмболизмы, это тромбоэмболия, эмболия околоплодными водами. И вот данные, которые сейчас мы сталкиваемся, здесь очень много факторов, которые могут прогнозировать, что тромбоэмболия станет лидирующей. Да, беременность это протромбогенное состояние, состояние гиперкоагуляции, осложненное течение беременности тоже здесь имеет свое значение. Мы сейчас сталкиваемся с тем, что увеличивается возраст беременных женщин, это тоже фактор риска. Соответственно, с возрастом есть коморбидность фона, сахарный диабет, повышенная масса тела, длительный прием гормональных препаратов, те же ВРТ-технологии, вспомогательные репродуктивные технологии, ЭКО и так далее, которые тоже обладают и дают весомые тромбоэмболиные компоненты риски. Поэтому, конечно, в этой ситуации мы будем сталкиваться. Ну и, возможно, в каких-то определенных моментах, когда не выполняются протоколы острой массивной кровопотери, когда так, знаете, иногда бывает, ну на всякий случай мы сейчас, вот вроде бы, все гемостаз достигнут, ну ведем еще и седьмой фактор свертывания крови, это, конечно, тоже колоссальный риск тромбоэмболии. И лечение от тромбоэмболии, в отличие от острой массивной кровопотери, оно более, скажем, сложное, потому что проводить тромбоэмболизис на этапе стационара первого уровня, это будет чревато, потому что после введения даже сокращенной схемы, а тромбоэмболитика это риск развития кровотечения неуправляемого, и без новых технологий это практически невозможно. остановки кровотечения это, конечно же, требуется уровень, ну, как минимум, наличие рентгеноперационной. Лечение тромбоэмболических осложнений это тоже стационары третьего уровня, подозрения на тело, пациентки незамедлительно должны быть госпитализированы в данный вид стационара, для того, чтобы уже кардио-реаниматологи, кардиохирургии, непосредственно специалисты по эндоваскулярной хирургии принимали эти решения, потому что здесь решаются вопросы как спасения матери, так и спасения ребенка, иногда это параллельно необходимо принимать решения по выведению матери из критического состояния, и, соответственно, принимать решение родоразрешения. Ну, вот мне кажется, что сейчас, ну, наверное, процентов 60 женщин имеют экстрагенитальные проблемы, и тогда получается, ну, логично, да, что вопросы риски по тромбозу достаточно высокие, и тогда такой вопрос, а профилактика низкомолекулярными гепаринами, она в каких ситуациях проводится, в каких ее категорически, допустим, нельзя, или вот сроки проведения, то есть это же, наверное, тоже как бы все регламентировано у вас. Да, конечно, также есть у нас и порядки оказания медицинской помощи по тромбопрофилактике у беременных женщин, и вот в настоящее время, как и все клинические рекомендации, все изменения, дополнения, пересмотр клинических рекомендаций предполагается раз в три года. Но вот даже мы говорим о кровотечении, да, 2018, 2019 год, по тромбопрофилактике даже тот экспертный совет, который есть, он утвержден Минздравом, и Кулаковский центр является основным нашим центром федеральным, который курирует эти вопросы, который, в принципе, наверное, внедряет все основные методики, методологию на территории Российской Федерации. Поэтому четко прописаны показания, когда необходимо принимать решение о назначении тромбопрофилактики. Это так называемые шкалы, которые заполняет непосредственно врач-акушер-гинеколог на этапе женской консультации. Эти шкалы пересматриваются в зависимости от срока беременности, при поступлении уже в акушерский стационар и даже уже на этапе родоразрешения. То есть это такая динамическая оценка состояния тромбогенного компонента, риска тромбогенного каждой конкретной пациентки. И опять я возвращаюсь вот к ситуации персонифицированной медицины, потому что каждый человек уникален и общую стандартную схему использовать, да, наверное, будет не совсем правильно, но тем не менее эти основные факторы риска ожирение, многоплодная беременность, крупный плод, возраст женщины, наличие анамнези, заболевания связаны с тромбогенами, это варикозная болезнь, тромбогенность, если действительно у женщины имела место тромбоэмболия, наследственный фактор. Поэтому по совокупности вот этой бальной оценки и решается вопрос определения низкий, средний, высокий риск. В зависимости от того, что это средний, а высокий риск, это стопроцентный, должна быть проведена тромбопрофилактика. Ну и в структуре тромбоэмболии ведь мы регистрируем, что основная проблема возникает в послеродовом периоде, не на этапе беременности, не на этапе родоразрешения, а именно в послеродовом периоде. И вот в этой ситуации, конечно, наверное, самое главное это правильная оценка тромбогенного риска и правильное решение вопроса назначения антикоагулянтной терапии на тот длительный период, который позволит профилактировать вот этот тромбогенный риск, который существенно увеличивается именно в послеродовом периоде. Самое интересное в профессии? Ну, самое интересное, я считаю, что это самая интересная профессия, если мы будем так вот в структуре всех основных специальностей, потому что эта профессия, которая позволяет первое, взаимодействует абсолютно со всеми специалистами, это профессия, о которой всегда говорят, что анестезиолог, ренематолог, первое после Бога и последнее перед вечностью. И это действительно так, потому что появляясь человек на свет и, конечно же, все вопросы, которые касаются, если возникает критическая ситуация в акушерстве, требуется оказание реанимационной помощи, это оказывает анестезиолог, реаниматолог. И когда уже возникают ситуации критические и не всегда они заканчиваются благоприятным исходом, это, конечно же, уже решаются вопросы, как мы говорим, анестезиолог, реаниматолог, это профессия, это специалисты, которые последние перед вечностью. Я бы так ответила на этот вопрос. Алла Николаевна, хотела спросить вас еще о таких осложнениях последнего триместра беременности, как эклампсия и преэклампсия. То есть, роль анестезиолога при данной патологии. Преэклампсия и эклампсия относятся к критическим состояниям в акушерстве и, конечно же, как и любое критическое состояние, это все-таки роль анестезиолога-реаниматолога. Что нового за последние, наверное, 2-3 года для анестезиологов-реаниматологов, это то, что первое изменилось классификация, по которой мы работали. Сейчас в зависимости от срока гистации мы определяем раннюю преэклампсию и позднюю преэклампсию. Раннюю преэклампсию это до 34 недель гистации, поздняя, соответственно, уже после 34 недель гистации. И вот определяя такую классификацию, определяя, так скажем, фенотип преэклампсии, это связано с тем, что здесь в первую очередь имеет место изменение в системе гемодинамики. Потому что если развиваются все основные проявления преэклампсии, это осложнение, это опять же мы говорим о дисфункции эндотелия, эндотелиоз, мы опять же говорим, что это идет вот та недостаточность или непосредственно эндотелиоз или дистресс эндотелия, когда все изменения связаны с тем, что меняется соотношение сосудистых факторов, это в первую очередь значительное увеличение идет про ангиогенных факторов и снижение антиангиогенных факторов. То есть это сосудистый фактор роста, плацентарный фактор, который запускает весь вот этот каскад при повреждении эндотелия, направленный на увеличение компонентов, связанных с увеличением свертывающих факторов крови, который запускает вот эту ситуацию микротромбоза, в первую очередь это в сосудах плаценты, формируя таким образом плацентарную недостаточность, потому что вот в первые именно ранние сроки развития такой плацентарной недостаточности, изменение эндотелия сосудов, изменение функции эндотелия, повышение протромбогенности эндотелия, это сопровождается тем, что меняется гемодинамические, имеет место гемодинамические нарушения. У нас мы регистрируем снижение сердечного выброса и существенное идет повышение общего периферического сосудистого сопротивления. Поэтому применение препаратов, а в первую очередь даже инфузионной терапии, при ранней преэкломсе это действительно оправдано. И назначение антагонистов кальция, которые все-таки в этой ситуации работают на более, так скажем, вы как терапевт прекрасно это понимаете, регуляцию сосудистого тонуса. Но ведь и терапевты зачастую, они просто не видят этой патологии. То есть, да, небольшое увеличение артериальное давление у беременной женщины. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, вроде бы, да. И получается, а уже позднее, это тоже связано с тем, что есть изменение объема циркулирующей крови, то в этой ситуации мы, наоборот, регистрируем увеличенный сердечный выброс и, соответственно, снижение общего периферического сосудистого сопротивления. Поэтому, если в первой ситуации мы можем использовать объемную инфузионную терапию, то, конечно же, перегрузка объема пациенток при эклампсии поздней, она сопровождается перегрузкой малого круга кровообращения, она сопровождается вплоть до интерстициального отека легких и отека легких сердечной недостаточностью. И, как правило, вот, наверное, для анестезиологов это очень важно, потому что протоколы, опять же, интенсивной терапии при эклампсии, они предусматривают с одной стороны это все-таки стабилизация гемодинамики, это стабилизация снижения вот этой гипертензии, потому что все осложнения они развиваются именно на фоне гипертензивных уже расстройств, а не увлекаться инфузионной объемной терапией, которая дает только отрицательные патологические уже осложнения. Это, наверное, вот это важно. А то, что касается эклампсии, то благодаря тому, что проходит, да, большой этап у нас на этапе, я имею в виду наблюдения в женской консультации, акушер-гинеколог выделяет группу риска по развитию преэклампсии, эклампсии, назначает препараты, как правило, это профилактика назначения аспирина, дезагрегантная терапия, вот, и мы не видим уже вот в том количестве развития такого осложнения, как эклампсии, это единичные случаи, и даже разбирая вот ситуации по итогам года, вот на нашей территории, это всего один-два случая, но, как правило, это случай, либо это поздняя диагностика, и пациентка вообще не наблюдалась на этапе женской консультации, и она уже попадает с развитием этих осложнений, либо это ситуация, когда анестезиолог, реаниматолог неправильно проведение того протокола интенсивной терапии приводит к перегрузке объемом картериальной гипертензии и к развитию уже судорожного синдрома эклампсии клиники отека мозга, ну и наверное, вот когда ты анализируешь, смотришь эту карту как эксперт, разговариваешь со специалистом, анестезиологом, реаниматологом, он даже не понимает, что вот его действия приводят к таким ядрогенным осложнениям, поэтому я считаю, что мы увлекаемся в определенной степени, даже не увлекаемся, делаем акценты на кровотечение, тромбоэмболии, а вот эта классика при эклампсии-клампсии она остается где-то вот ну наверное не на том достаточно высоком уровне. Какую книгу должен прочитать каждый анестезиолог? Ну я хотела бы сказать, учитывая, что я акушерский анестезиолог-реаниматолог, то для акушерского анестезиолога-реаниматолога наверное фундаментальной книгой является книга Анатолия Петровича Зильбера «Акушерство глазами анестезиолога», где представлены абсолютно все разделы, которые касаются и клинической физиологии беременных женщин и соответственно решения вопросов гемостаза, респираторной поддержки. Ну вот это, наверное, основная книга, которую требуется прочитать каждому анестезиологу, который выбирает путь в акушерской анестезиологии. В структуре материнской смертности где-то по миру статистика это около трех миллионов материнской смертности. Насколько я знаю, Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что к 2030 году мы должны практически искоренить вот эту ситуацию с материнской смертностью. На ваш взгляд, мы готовы к этому? Вы знаете, я полагаю, что, наверное, не сможем мы выполнить эту задачу, потому что к 2030 году у нас остается буквально 8 лет. Ну, может быть, в этой ситуации сейчас ковид, который вот в течение двух лет и ковид тоже сопровождается теми же осложнениями, это тоже идут поражения эндотелия, которые запускают весь каскад связанный с гиперкоагуляцией, с нарушениями в системе гемостаза, с дисбалансом свертывающей, противосвертывающей системы. Вот, и этот тромбоз идет на уровне микроциркуляторного русла, соответственно. Но вот ситуация, чтобы искоренить материнскую смертность, на мой взгляд, это нужны первые действительно мощные перинатальные центры, второе, это, конечно, кадровая подготовка должна быть специалистов на совершенно новом, высоком уровне. Ну и третье, это, конечно, медицинская грамотность. К сожалению, наверное, вот третий этап наиболее будет сложным, потому что прогнозировать вот те риски, которые могут возникнуть во время беременности, может только врач-акушер-гинеколог. И вот та предгравидарная, как мы говорим, подготовка должна быть планирование беременности. Насколько это будет эффективно поставлена работа, настолько мы справимся с этой задачей, которая определена Всемирной Организацией Здравоохранения. Алла Николаевна, спасибо огромное за такую интересную беседу. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.